Старый мост через железнодорожные пути на станции Расторгуева был построен в 2001 году, но прослужил недолго. Еще в 2013 он был признан аварийным, но по нему продолжали ходить люди, пока в мае прошлого года проход не закрыли. Мост в итоге у нас сейчас находится в ветком состоянии, ввиду этого он закрыт. Временно у нас организован, сконструирован новый мост деревянный. Не хватает средств для перемещения по мосту малоподвижных жителей нашего города, родителей с детьми, которые с колясками ездят. Конечно, неудобства большие доставляют. Но недавно стало известно, что будет строиться новый мост. Местные жители, постоянно пользующиеся переходом, такой вести рады. В соцсетях, правда, изображен несколько иной пешеходный переход, но принцип того, который будет построен, такой же. Прикольно. Получше, чем был. С лифтом? Да. Вижу с лифтом. Хорошо. Круто. Начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов рассказал о планах по строительству нового моста. Планируем дата открытия моста, завершение работ по реконструкции, по обустройству нового моста над РЖД путями, который будет оборудован лифтами, который будет оборудован подъемными платформами для людей с ограниченными физическими возможностями. Ну и еще очень много интересных инноваций будет здесь применено. Значит, срок – третий квартал 2023 года. В настоящее время завершается создание проекта по сносу существующего моста. Затем регионам и министерствам транспорта будут начаты работы по обустройству нового пешеходного перехода. Примерное начало строительства – первый квартал 2023 года. Новый мост составит единую концепцию с реконструкцией МЦД-5. Данный мост будет обустроен не только через РЖД пути, который здесь проходит по Велецкому направлению, еще будет маленький участок, который проходит над улицей Донбасской. Специально там, где выходят у нас жители с троллейбусов, с автобусов и переходят сюда, на станцию Росторгуева. Затраты на оборудование нового пешеходного перехода будут разделены. Основные денежные средства направят из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и небольшую часть из местного бюджета. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.